Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Самарские службы благоустройства в усиленном режиме продолжают устранять последствия интенсивных снегопадов. В помощь городским службам на уборку вышли муниципальные служащие. Глава Самары лично контролирует ход работ. Ознакомились с дизайн-проектами и выслушали предложения активистов. В Самаре проходят общественные обсуждения территорий, которые претендуют на благоустройство по проекту формирования комфортной городской среды. Праздник сладкоежек. Какие десерты можно употреблять, чтобы было не только вкусно, но и полезно? В Самаре пройдет всероссийская массовая гонка лыжня России. На некоторых участках дорог ограничат проезд. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с участием представителей бизнеса и контрольно-надзорных органов. Обсудили меры по упрощению процедур ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности региона. Дмитрий Азаров напомнил, что правительством России установлен мораторий на проведение плановых проверок предпринимателей с целью сохранения высокого уровня деловой активности, создания новых производств и рабочих мест. Поэтому необходимо стремиться и к дальнейшему снижению административного давления на бизнес. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко обратил внимание органов контроля на необходимость приоритетного применения предупреждения в качестве наказания, ориентированности проверяющих ведомств на профилактику нарушений. Руководители контрольно-надзорных органов рассказали о том, как ими выстроена работа с субъектами предпринимательства, озвучили свои предложения по вопросам взаимодействия. А Дмитрий Азаров выразил готовность направить все конструктивные предложения, высказанные на совещание, в уполномоченные федеральные ведомства. Утро главы Самары Елены Лапушкиной началось сегодня с объезда города. Она проверяла, как районные власти и управляющие компании отрабатывают замечания, поступившие накануне на страницу главы Самары и в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. В первую очередь Елена Лапушкина проверила, как расчищаются подъезды к школам и детским садам. О результатах объезда в нашем сюжете. Побывала во всех районах города. Утро главы Самары Елены Лапушкиной сегодня началось с объезда. Она проверяла, как подрядные организации и обслуживающие компании отрабатывают замечания, связанные с уборкой снега, которые поступили на личную страницу главы, а также в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. Особое внимание подъездам к объектам социальной сферы, таким как детские сады и школы, учреждениям здравоохранения. Побывала Елена Лапушкина и на тех адресах, на которые поступило наибольшее число жалоб. Сегодня работают все администрации центра и городских районов. Сегодня работают администрации города, департамент городского хозяйства. Проверку будут засуществлять до вечера и по выходу техники, по выходу людей. В Ленинском районе на расчистку территории от снега вышли более 280 человек, 18 единиц техники. В первую очередь расчищают дворы, на состоянии которых поступило больше жалоб. В субботике принимают участие сотрудники администрации Ленинского района, нашего МБУ «Сахтоп» Ленинского района, а также все управляющие компании и ТСЖ. Снега выпало, конечно, за Януарь много, по метеосданным 93 мм из нормы 56, из превышения в два раза. Но это не является основанием управляющим компанией неудовлетворительно содержать дворовые территории. Глава Самары обратила внимание на то, что не все управляющие компании оперативно реагируют на замечания. В отношении них будут составлены акты для дальнейшего рассмотрения. Есть замечания по ОДС, что недоладка расчищена на дороге, но, тем не менее, движение достаточно комфортное и уверенное по городу. Были замечания по тротуару. Особенно много у меня замечаний критических в адрес управляющих компаний домов ТСЖ. Я хочу обратиться к руководителю. Почистите около своих домов. Это надо сделать. Елена Лапушкина также призвала всех хозяйствующих субъектов, владельцев магазинов, салонов красоты, расчистить свои территории, а жителей поспособствовать уборке снега, убрав с улиц припаркованные автомобили. Виктория Шара, Константин Головин, События. В порядок. Днем город приводили 340 единиц спецмашин и 4330 человек. Привлечен и автопоезд. Расчистка дорог ведется более интенсивно там, где ходит общественный транспорт. Однако есть места, куда техники не подступятся. Мешают припаркованные автомобили. Профильные службы просят владельцев с пониманием отнестись к ситуации и обращать внимание на дорожные знаки. В противном случае водителям грозят штрафы. С понедельника совместно с ГИБДД и со службой эвакуации транспорта ночные вывозки снега проходят совместно. И там, где машины стоят под знаками, происходит их эвакуация. Мы уже по этому поводу отдельно предупреждаем жителей. Расчистка снега ведется во всех районах Самары. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Кировском районе Самары устраняют последствия непогоды. Городские службы благоустройства продолжают активно вывозить снег. Особое внимание уделяется участкам вблизи социальных учреждений. Работают дворники. Однако рабочих рук все равно не хватает. С восьми утра глава Кировского района Игорь Рудаков помогает приводить в порядок территорию около школы номер 77. Вместе с ним трудится более 30 человек. Расчищают тротуары от снега, раскидывают противогололедные материалы. Это весь личный состав администрации Кировского района, МБУ наша Кировская, наши подрядчики. Все управляющие микрорайонами, это 25 человек. Сегодня во всех дворах работают дворники. Понятно, что мы идеально все не приведем в порядок, но я думаю, что процентов на 80 территории будет убрано. Жители ближайших домов отмечают. Техника работает активно, что очень радует. Много, да. Там трактор, машина. В сравнении с прошлыми годами, конечно, получше. Да, да, взялись молодцы. Ученикам, конечно, хорошо. Мы-то пенсионеры редко выходим, но все равно, когда уже идти-то можно, когда уже почистят. Эта же группа работала около школ номер 72 и 99. Ситуация с расчисткой города от снега находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Жители могут присылать адреса, где требуется срочная уборка. В это утро также сотрудники администрации Октябрьского района и представители управляющих компаний вышли на расчистку улиц и тротуаров от снега. Заместители главы района, сотрудники МБУ поделились назвенья. За каждым закрепили участок работы. В первую очередь расчищали подъезды и подходы к социальным учреждениям, школам и детским садам. Есть указание главы города провести субботник. Мы с удовольствием это сделали, с удовольствием откликнулись и сами об этом думали, помочь нашим коллегам отработать главные маршруты, в том числе, которые закреплены за администрацией района. В первую очередь ориентировались на те объекты, где больше всего жало было от населения. Ну и дальше уже смотрели сами, провели мониторинг, посмотрели, где посчитали, пока еще недостаточно очищены тротуары или перекрестки и иные участки. Всего в расчистке территории Октябрьского района принимали участие 568 человек. Более 30 единиц техники. Дворникам помогали владельцы и работники объектов потребительского рынка, сотрудники МБУ «Перспектива», сотрудники администрации, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. За время уборки вывезено 750 тонн снега. Вся мужская, так скажем, половина вышла на уборку помогать коммунальным службам, потому что в этом году зима, как вы сами знаете, я, честно сказать, ну лет, может, 10-15 помню такую снежную зиму. Сотрудники администрации Октябрьского района говорят, готовы выходить на расчистку улиц и дальше. Ксения Баканова, Виктория Шарая, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. Февраль – месяц нестабильных температурных режимов, а это грозит образованием наледи. Сейчас все силы дорожно-коммунальных служб направлены на расчистку и обработку проезжих частей. Особое внимание уделяется дорогам, отремонтированным по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Улица Алматинская – важная транспортная артерия в Кировском районе. Дорога ведет к промышленной зоне, поэтому здесь всегда большой поток автомобилей. Ранее дорожное полотно на Алматинской отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас таким улицам уделяется особое внимание. Их вовремя очищают от снега, который вывозят на специальные площадки. Всего за зимний сезон с Алматинской вывезли более 2000 тонн снега. Непосредственно в ночь на 1 февраля был выполнен полный комплекс работ по зимнему содержанию. Здесь работает одно звено, включающее в себя три самосфала, два погрузчика, два МТЗ, которые непосредственно занимаются очисткой тротуара. Во всем Кировском районе работало 50 единиц техники и 35 рабочих. Работа выполняется в две смены – в дневную и в ночную, каждый день без выходных. Работа выполняется как механизированно, так и вручную. Дорогу на улице Алматинской начали приводить в порядок в 2022 году в рамках профильного нацпроекта. Обновили участок от Московского шоссе до улицы Старозагора. Также были проведены работы по устройству ливневого коллектора. В прошлом году ремонт продолжился до Республиканской улицы. Это еще два километра дороги. «Данная улица была сделана в рамках ПКД в 2023 году. Также планируется дальнейший ремонт данной улицы. Во-первых, данные работы помогут улучшить проходимость по данной улице, а также покрытие проезжей части будет служить дольше. Так как с наступлением положительных температур, когда вода замерзает и снова тает, происходит большее частое разрушение». Жители Кировского района уделяют особое внимание расчистке снега. Оперативно обращаются в профильные службы, заблаговременно предупреждают автомобилистов об уборке. К назначенному времени машины убирают, и ничего не мешает работе уборщиков и техники. «Вот эти большие снегопыли, мы обратились в городское управление, очень быстро отреагировали. Вот Алматынская 34 у нас убрали, там буквально через два дня прям сразу приехала машина, и все, весь снег убрали. Эта работа была сделана отлично». «Очень важно, конечно, что чистить в ночное время, не днем. Ночью машин мало никого нет, спокойно почистили, никто никому не мешает, и все нормально». После последнего интенсивного снегопада вывезли 85 тысяч тонн снежных масс, это 7 тысяч тонн в сутки. В связи со возвращением осадков в ближайшую ночь силы для снегоуборочных работ нарастят. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. На Самарском транспортном предприятии усилили работу ремонтного цеха. Ремонтировать автобусы, которые вышли из строя из-за перепада температуры большого количества осадков, что повлияло на работу некоторых систем, будут дополнительные бригады механиков, в том числе и из других городов. Эту меру по полному выпуску автобусов на линию, а также другие вопросы обсудили на совещании с городским департаментом транспорта. Подробнее в нашем сюжете. Перепады температуры в сочетании с большим количеством осадков могут сказаться не только на самочувствии людей, но и на состоянии техники. Некоторое оснащение в автобусах таких погодных качелей не выдерживает, и какие-то элементы систем выходят из строя. Также в автотранспортном предприятии, занимающемся перевозками по муниципальным маршрутам, рассказали, основной подвижной состав представлен автобусами, которые работают более семи лет, и сейчас необходимость в ремонте возникает куда чаще. По состоянию на утро 1 февраля 97 единиц транспорта стоят на ремонте. Какие-то автобусы выходят из ремзоны быстро, а какие-то требуют серьезных работ. Чтобы все неполадки устранять быстрее, из Московской области и Ярославля в помощь самарскому предприятию прибыла бригада из 15 человек. В общей сложности сейчас количество слесарей увеличено до 29 человек, из которых сформированы три бригады. Работы в ремонтной зоне уже усилены. Они продолжаются в круглосуточном режиме. В ближайшее время отремонтировать и выпустить на линию планируется еще 38 автобусов. Их направят на самые востребованные маршруты. Ремонт сложный, конечно. Тормоза у нас непосредственно и по двигателям тоже. Работы полно. Поэтому нас вызвали на помощь нашим коллегам помочь. Меня 15 человек, и мы за неделю, я думаю, мы справимся. Специалисты также отмечают автобусы российских марок, либо белорусские, но у них есть и импортное оснащение, в частности немецкого производства. В нынешних условиях поставка импортных запчастей проблематична. В ближайшие дни прибудут китайские детали, заказанные в декабре, и ремонт ускорится. Усиление ремонтного цеха – одна из мер, которые применяют на автобусном предприятии, чтобы транспорт выходил в рейс по расписанию в нормативном количестве. Бывает, что поломка может застигнуть автобус в пути, тогда стараются направлять автобусы на подмену. При этом самые популярные маршруты, а также те, что ведут к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, на особом контроле. Сотрудники отрасли отдельно просили городскую власть наладить транспортное сообщение, чтобы рабочие нормально добирались на общественном транспорте до заводов и обратно домой. По самым проблемам машины как бы тяжело ни было, мы сейчас держим стопроцентный выпуск и водителей, и кондукторов, и транспортных средств. На 47-м году в автобусе по реестру 30 машин должно работать, работает 30 машин. В полном объеме на линию сегодня выходят автобусы и 3-го, и 13-го маршрутов. Во многом этому способствовал переход на новые нетоконтракты, когда оплата перевозчику напрямую зависит от количества рейсов, согласно утвержденному расписанию. А устаревающие машины планируют постепенно заменять новыми. Сейчас мы входим в разные программы, нам очень сильно помогает губернатор, поэтому ждем новый подвижной состав, готовы его брать в лизинг, оплачивать и радовать наших горожан новой техникой и нашей результативностью в нашей работе. Эти и другие вопросы работы общественного транспорта в Самаре обсудили на совещании с представителями городского профильного департамента и перевозчиком. На встрече еще раз проговорили и задачи, которые были поставлены накануне городской прокуратурой. В ближайшее время выпуск подвижного состава незаметно улучшится. На основных маршрутах, которые обслуживают особенно предприятия ОПК, это 47-й, 38-й, выпуск уже в нормативе. Чтобы пассажирам было удобнее пользоваться общественным транспортом, усилили работы и в ремонтных цехах ДПО муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самарской области благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» за последние пять лет ввели в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилого фонда. С 2019 года свои жилищные условия улучшили более 440 тысяч семей. За прошедшую пятилетку обеспечено жильем более 3600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году свои квартиры получили 715 человек. В этом году для данной категории граждан Самарской области запланировано приобрести 604 квартиры. Вместе с тем, в течение года планируется проработать вопрос выделения дополнительных средств бюджета на эти цели. В Самаре стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов «Пространств», включенных в список для участия во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства. Территории победителей отбора преобразятся уже в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению Владимира Путина. На обсуждениях в Железнодорожном районе побывала наша съемочная группа. В Железнодорожном районе состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта парка «Щорса». Жители смогли высказать свое мнение по дальнейшему благоустройству пространства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента Владимира Путина. Арина Бачкова живет в Железнодорожном районе 33 года и очень любит парк «Щорса». Женщина не могла упустить возможность высказать свои предложения для обустройства территории. Все такие адекватные были предложения. Я с ними согласна. Как вы слышали, тоже глава, он как бы тоже все это принял к свете. Я буду очень активный участник в этом голосовании. Общественное обсуждение дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия во всероссийском голосовании, стартовали 30 января. Первый этап отбора проходил в Самаре в январе этого года. Жители могли выбрать одну территорию из 85 предложенных. По итогам рейтингового голосования был составлен топ-20 объектов. Сам проект «Комфортная городская среда» прежде всего нацелена на вовлеченность населения. То есть это основной аспект. И прежде всего, чем будет инициативнее у нас граждане проживающего, тем будет более подробно проработанная уже концепция дизайн-проекта и будет более благоустроенная общественная территория. Общественные обсуждения перед народным отбором пройдут во всех внутриградских районах Самары. По итогам дискуссии дизайн-проекты будут доработаны с учетом мнения жителей. Заключительным этапом станет всероссийское голосование. После него сформируется список территорий, которые преобразятся в 2025 году. Основные предложения жителей, которые были внесены, это, конечно, оборудование всей территории парка и в том числе расположение на территории парка как спортивных объектов, так и объектов для культурно-массового отдыха. Все эти замечания будут обязательно учтены. В Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» за последние пять лет было благоустроено более 20 общественных пространств и 200 дворовых территорий. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Россияне назвали места для отпуска мечты. Опрос провели аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия». 58% респондентов больше всего в этом году хотят отправиться на море, а 23% с удовольствием бы посетили новые города. Еще около 15% мечтают уехать в горы, 2% в джунгли и тропические леса. При этом больше половины планируют в этом году открыть для себя новые локации, в то время как 46% опрошенных собираются поехать туда, где уже были. Самым популярным направлением, куда респонденты больше всего хотели бы отправиться, оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее следуют Краснодарский край и Москва. В топ самых востребованных для путешествий регионов вошли Республика Карелия, Калининградская область, Алтайский край и Республика Дагестан. Также россияне с удовольствием отправились бы в Республику Алтай, Татарстан и Ставропольский край. Для тех, кто мечтает поехать за рубеж, самыми популярными направлениями стали Европа, страны ближнего зарубежья и Азия. Странами мечты в Европе оказались Испания, Италия, Греция, Германия и Австрия. Из ближайших стран россияне больше всего мечтают посетить в 2024 Абхазию и Армению. А в Азии – Таиланд, Китай и Вьетнам. 42% планируют потратить на путешествия в этом году от 100 до 200 тысяч рублей. Почти треть будут стараться уложиться в сумму от 30 до 50 тысяч. 10% респондентов готовы выделить от 200 тысяч до полумиллиона. Многие из нас все чаще задумываются над правильным питанием, ведь продукты из магазина содержат все больше химии и вредных добавок. Сейчас практически все знают, что означает аббревиатура ПП. Сегодня, в Международный день десерта, не будем отклоняться от выбранного курса на здоровый образ жизни и приготовим правильный десерт, такой, чтобы съесть и сразу похудеть. ПП-десерты по своей калорийности не особо отличаются от обычных. Их преимущество в том, что они исключают сахар, консерванты, красители и другие вещи, неполезные для организма. Вместо сахара диетологи рекомендуют использовать натуральные заменители, такие как фруктоза, ксилит, эритрит, стевия, кокосовый сахар и натуральные сиропы. К примеру, кленовый, топинамбура, шелковица, цикория. Самые популярные – фруктоза и стевия. Это натуральные продукты. Фруктоза из-за своего незначительного воздействия на уровень глюкозы в крови разрешена для диабетиков, но не подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес. Еще один натуральный сахарозаменитель – мед. А если использовать ягоды или фрукты, можно и вовсе отказаться от сахарозаменителей, как это сделала Екатерина Бандурина. Девушка любит пить чай с десертами, но в последнее время предпочитает полезные лакомства. Она поделилась рецептом десерта без сахара из-за мороженной земляники. Всем привет! Каждому из нас хочется порадовать себя чем-то сладеньким и вкусным. Но нам не хочется потом отрабатывать лишние калории в спортзале. Поэтому я предлагаю сегодня нам приготовить полезный десерт с минимальным количеством сахара. Для приготовления десерта нам понадобится 450 мл ряженки или один пакетик. Любые замороженные ягоды в нашем случае это земляника. 100 мл воды, пол чайной ложки желатина, 1 столовая ложка какао-порошка и 2 столовые ложки цикория. Для нашего низкокалорийного десерта для начала мы смешиваем желатин с водой и оставляем на 5 минут для набухания. Затем в миску с ряженкой мы добавляем цикорий и какао. Можно по вкусу добавить сахар, но так как у нас ПП десерт, мы от него отказываемся. Ряженку с какао и с цикорием нам нужно смешать до однородной массы. Дальше мы будем готовить на плите, поэтому нам понадобится кастрюля. В кастрюлю мы выливаем наш замоченный желатин. Сейчас нам нужно растопить набухший желатин на огне, а затем вылить тонкой струйкой в ряженку. Обратите внимание на то, что желатин нельзя кипятить. Его нужно довести лишь до 60 градусов. Желатин мы растворили, теперь добавляем его в ряженку. Теперь мы все тщательно перемешиваем до однородной массы. Теперь мы достаем порционную посуду, в которой разместится наш десерт. Теперь на дно посуды мы раскладываем нашу землянику. Предварительно размораживать ее не обязательно, так как ряженка у нас теплая. Я решила заполнить наши креманки на одну третью ягодами. Теперь заливаем нашу землянику, основывая из ряженки и цикория. Теперь наш десерт нужно отправить минут на 30 в холодильник. Ну вот, наш полезный десерт готов. Наш десерт немножечко не застыл. 30 минут оказалось недостаточно, но уж очень хочется его попробовать. Очень вкусно, а главное полезно. Приятного аппетита! Если у вас есть сомнения по поводу десертов ПП, имейте в виду, что купленные конфеты могут быть низкокалорийными, но не совсем здоровыми. Обычная магазинная сладость содержит маргарин, транжиры, спреды, красители, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы, большое количество свободных сахаров и концентратов. Эти ингредиенты портят не только вашу фигуру, но и здоровье. Лучше отдать предпочтение домашним десертам, основанным на натуральных продуктах. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 1 февраля выросли более 40 пособий. На 7,4% проиндексированы материнский капитал и другие меры поддержки. Это значит, что более 20 миллионов граждан России получат увеличенную выплату. Напоминает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Департамент опеки также публикует информацию для желающих взять ребенка в семью. Потребуется обратиться в соответствующий орган опеки по месту жительства с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями, опекунами. Пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение. Встать на учет. Оформить документы. В клубе семей военнослужащих Советского района прошло детское мероприятие «Фольклорные посиделки». Они погрузили гостей в атмосферу народных песен, танцев и хороводов. Семейная игра «Цветик-семицветик» увлекла интересными заданиями, сообщает телеграм-канал Советского района. В Самаре пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В связи с этим 10 февраля с 6.00 до 16.00 будет ограничено движение транспорта по следующим участкам. По Красногринскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лозо, по автомобильной дороге на кладбище Лесное, на участке от Красногринского шоссе до поворота на кладбище Лесное. Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными полицией. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова